Мы, верующие православные христиане, благовествуем о Христе, чтобы люди правильно жили, покаялись, чтобы за гробом их не ад ждал, а рай. Да. С Богом, чтобы прожить жизнь чисто, интересно и красиво, даже в бедности. А сегодня мы видим, что люди Бога не верят и творят, что хотят. Ну, как сказать, я в Бога верю. А как вы верите в Бога? В храм ходите? Нет. А почему? Ну, не знаю. Ну, а как без храма? Храм это для нас как дом хлеба. Там молимся, там священник на исповедь примет, там крещение можно принять. Не, ну я так, я так крещеный. Ну, если крещеный, это хорошо. Если вы не будете ходить в храм Божий, не будете считать Евангелие, Библию-то, вас грех как трясена, засосет, и вы даже не вспомните ни о Боге, ни о чем. Вы молоды, вам нужно быть очень внимательным. Бдительным. Потому что написано в Библии, говорит, юноша, живи как хочешь, поведение очей, но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. На суд, где будет страшное Божье разбирательство. И одни пойдут в муку вечную, а другие в жизнь вечную. У нас есть интересные ресурсы наши, можете записать видеоканал. Называется «Открытым оком во свете Библии». Запишите себе, вы никогда не пожалеете, там 13 тысяч роликов. А оттуда перейдете. Добрый день. Добрый день. Мы православные люди. Возвещаем людям жизнь спасения во Христе. Что Господь умер за грехи людей и ждет с покаянием. Чтобы начать жить по-другому. Потому что после смерти будет суд Божий. И кто не уверует, тот пойдет в огонь вечный, в ад. Так тогда почти все пойдут в ад. Да, вы правы. Поэтому Христос зовет к покаянию. Люди гибнут не из-за того, что грешили, а за то, что Христа не приняли. Христос умер за грехи людей. Не, ну я знаю, что, как написано в Библии, то, что раньше люди не могли попадать в рай. И, типа, Иисус, их, как бы, ну, через его смерть мы начали попадать в рай. А до этого все попадали в ад. Но, как сказать, например, в религии суннитов не считается, что Иисус Бог. То есть, как он, в религии мусульман, он, например, вообще пророк, про Иса. Как бы, ну, теряешься, когда начинаешь углубляться в этот вопрос. Понимаете? Так не надо туда лезть, где ничего не понятно. Христос умер за нас. Никакой другой основатель религии не умирал за грехи людей. Христос даровал спасение жизнью своей. Тут очень просто понять. Так почему тогда мы должны жить, как рабы? А почему мы должны жить, как беспривязные собаки? Все рабы, и называется рабочие, рабочие. А кто отец? Рабочие, безусловно. Это государство у нас делает таковыми. Нет, это грех делает. Мы тоже в этом государстве. Но они нас рабами не могут сделать. Вот они что-то делают. Я, например, занимаюсь искусством, понимаете? Мне спасает душу искусство. Нет, вы просто заработок, может, душу этим не спасают. Спасает верой во Христа. Мне на душе хорошо от этого. Я причащался. Я крещеный. Стараюсь никому плохо не делать. Замечательно. Замечательно. Но надо жить во Христе. Надо жить все время, как Серафим Саровский говорил, заботиться о стяжании Духа Святого. Серафим Саровский знает, да, такого мужчину, который еще жил отступником всю свою жизнь, да? Нет, нет, он с юности пошел. С шести лет уже Богу служил. Это который упал в церкви? Да. Ну да, знаю про этого мужчину. Беда-то у людей от чего сегодня? Что люди оставили Бога, и Бог их оставил. Творите, что хотите. Ну, понимаете, мне очень сложно поверить в Бога, так как, ну, моя мать, она сошла с ума, понимаете. Я не видел никакой поддержки от людей вообще в целом никогда в своей жизни. Также, как бы, я ушел в шестнадцать лет из дома и не вернулся домой больше вообще. Но вы внутренне себя ощущаете, что чего-то у вас не так, не хватает? Ну, я ощущал, когда я искал себя, когда я хотел кем-то стать, например. Я закончил Рязанское высшее командное училище, и мне, ну, как бы, я офицер. Стал офицером. Ну, и потом я не стал дальше служить. Мне это не по душе. Я пошел, как и все, на завод работать. Работал на заводе, работал продавцом, работал, там, ремонтником. То я всю жизнь работаю постоянно. И потом, вот, с помощью искусства я научился экономить свое время. Как бы, ну, это же труд оплачивается. А в чем искусство? Вы что-то делаете? Да, занимаюсь татуировками. И сумки в теле. То есть вы как, на людях наколки делаете? Ну, это не наколки, это татуировки. А это запрещено в Библии. И написано, не делайте на теле своем письменные надписи. Это никак нельзя. Это не божественное занятие. Ну, вообще, в целом, да, я согласен. Ну, а как, например, вот живут люди в племени. Тумба-юба, да, там. Они вообще, у них там многоязычество. У них там свои боги. Они же не знают про Христа. Что, они попадут в ад, что ли, получается, так? Ну, за гробную жизнь верят все. Вы знаете, был такой путешественник в Древней Греции, Плутар. Он говорит, я много путешествовал, видел государства, у которых нет границ. Видел города, где нет укрепленных стен. Я встречал нации, народы, у которых нет денежной системы. Но я не встретил нигде такого дикого и грубого народа, который не верил бы в Бога. Я углублялся в эту тему, особенно в славянские культуры, понимаете. Например, славяне, они издревле считаются язычниками. Это многобожие. Славяне своих врагов голоду на кол одевали для устрашения. И у них там много богов. То есть бог ветра, бог плодородия. А потом, когда Иван Грозный правил, так скажем, всех покрестили, бояр, все бороды поотрезали. Это при Петре Первом было, не при Иване Грозном. При Петре Первом антихристе. А Иван Грозный за эти дела повесил их всех. Он не трогал ни борода, ничего. Он был православный деспот. Да, извините, я путаю. Правильно говорите. Но при Иване Грозном появилась и религия как такова. Как так? Князь Владимир крестил. Для Ивана Грозного уже прошло 550 лет. Князь Владимир крестил в Киеве на Крещатике. Ну а как, например, люди идут на войну, их благословляют на войну, так? Да, не надо благословлять. Это неправда. То есть вы сказали правду, но этого делать нельзя. Вот смотрите, у нас молодежь служит, когда заранее идут в военкомат и пишут о том, что я не отказываюсь от службы, альтернативной основе, согласно законодательству Российской Федерации. И служат, а как правило, их даже не берут в армию. Мы не имеем врагов. Христос сказал, было написано, ненавидь врага, а я говорю, любите врагов ваших. Враг голоден, накорми его, напой его. Ну, я не знаю. Я жил в таком мире, понимаете, где... Ну, я не знаю вообще, что такое поддержка, вообще чья-то. Я все время один. Знаете что? Вот послушайте. Если вы желаете больше узнать, сейчас времени нету. Вы сейчас запишите, что я вам скажу, мои ресурсы. Я знаю, кто вы. А кто я? В том-то и дело. А кто я? Кажется, Игнат вас зовут. Да, правильно. Наш Ютуб открытым оком во свете Библии. Я знаю, подписан на ваш канал. А вот на сайте, наш сайт, эти же слова написать на сайте. Там мои 38 книг в бумажном варианте, еще 7 в электронной версии. И там ответ на все вопросы. Здесь такая книга там моя стоит, открыта, на первой странице. К истинному православию. Я на нее потратил 40 лет, собирал материал. Он из документов. И у вас там ни слова не скажете против. Вам это сильно понравится. Я вас видел по телевизору. В интернете. Вот я подписан. Я видел. Я знаю. Я бы с вами углубленный пообщался. Ну давайте, знаете что? Вы в скайпе зарядите Игнатий Лапкин. Когда зайдете, я вам скину в какое время. А с 4 москвы, с 4 утра Москвы до 4 вечера. Вы можете ко мне зайти. И мы побеседуем. Сколько у вас стоит приобрести дом? Дом? Да. Где? В деревне, которую строим? Да. Нет, мы... Чтоб человек сам построился. И чтоб был молодой. И с детьми. У нас правила такие. Есть у меня дети, и жена есть. Ну что ж, давайте поговорим. Мы живем, знаете где там? От Барнаула. В сторону Кулунды. 150 километров. А если больница нужна или там какая-то... Нет, у нас не нужна. Вот мне 80 лет будет в июне. Я еще ни одной таблетки не съел. Когда больница... Ну, в Губолинтик, например, или еще что-то. Ну, у нас там районные центры есть. Но, как правило, до Барнаула тут ехать 3 часа поездом. А машина раньше доходит сразу в город. Ну вот у нас редкие. У меня есть машина, да. Ну вот давайте поговорим. Я бы купил у вас дом сразу. Так нет дома-то. Его надо построить. Ну, а если заказать и переслать деньги... Нет, нет. Надо вы приехать. Мы с вами должны познакомиться. Это все по закону. Вы где сейчас живете? В Санкт-Петербурге. У вас российское гражданство есть, да? Да. Ну, вот так. Вот зайдите по скайпу-то. Вас как звать? Меня Валерий. Валерий. Меня Игнатий, вы знаете. И мы можем тогда поговорить. Я вам все координаты дам. Когда, что, можно приехать и посмотреть. Выберите время. Желательно, что... Я просто не умею дом строить. А там можно нанять. Рабочих наймете. Сами привезете там. В лес продают кирпич, продают цемент. Вот мы жили... У нас в семье было десять детей. Десять. Пять мальчиков, пять девочек. Отец с войны без руки. И мы... Отец-то строил, так как нанимал. Отец-то пас деньги. Я никогда не жил в деревне. Я городской житель. Я не жил. Да это ничего не значит. В городе это паразитировать научат. Если Лев Толстой говорил, хочешь развратиться, поезжай в город. Ну, насчет этого согласен, да. Лев Толстой. А у нас самое лучшее место, это для детей воспитать. Дети под присмотром, учителя все верующие. А школа государственная. Не знаю, как вам так помогает вера. Я верю, да. Я знаю три молитвы. Я молюсь иногда. Три молитвы, это, конечно, хорошо. Но дело в том, что жизнь должна быть переменена, по милости Божьей. Он говорит, кто будет веровать и креститься. Крещение должно быть совершенно бесплатно, полным троекратным погружением. А в церкви сегодня деньги, давай ладошкой по голове. Это все обман. И мы поэтому говорим архиереям, свидетельствуем. Так делать нельзя. Патриарх Алексей Второй говорил об этом. Где не... Крестят полное погружение, ищите, где крестят. У нас патриарх Кирилл на Амайбахе ездит. О чем вы говорите? Что тут? Ну, и он, пускай, все равно же умрет. С начальствующих будет строгое взыскание. Строгое. А с меня что спрашиваете? Я освещаю только за себя. За свою семью. Ну, я не знаю. Мне как бы, как сказать. Мне вообще... Я поддерживаю здоровый образ жизни, например. Да. То есть, я никогда не пил, не курил в своей жизни. Так, а вы бороду бреете зачем? Ну, потому что не растет. Вот тут у меня. Да нет, какая есть, согласитесь. Он... У отца Дмитрия Смирнова, то у него там... Или у Чаплина все волосы. Там три волосинки. И они не трогают. Ну, я, видите, в последнее время-то не слежу за своими волосами. Вообще так. Ну, хорошие у вас волосы. Дело в том, что Бог так сотворил у мужчины. И чтобы он не был подкаблучником. Это ваё власть. Его видно, что он мужчина, скала, за которой жена спокойно себя чувствует. Ну, мужчина, добытчик, женщина, уют. Это, да, всегда так было. Я знаю об этом. Ну, вот так. Раз наши ресурсы знаете, и у вас вопросы, вы приходите, запишите на бумагу вопросы. Я постараюсь вам ответить. Дело в том, что я в пяти университетах вёл занятия, в милиции во всех отделах, три радиопрограммы регулярно. И на сайте я отвечаю на 4124 вопроса. Экономика, политика, там не имеет значения. Там 55 папок названы. Там откроешь. Вот евреи, допустим. Евреи, ты открыл. А там 173 вопроса. Ты вопрос ткнул только. И сразу открывается в развернутом виде. Я отвечаю по четырём параметрам. Что по вопросу говорит Святая Библия? Это 77 книг. Бог дал мне память. Что говорят святые отцы? Это 300 томов. Что говорят жития святых? Это 12 томов. И что говорят каноны церкви? Ну, сегодня 719 правил. Я включаю всё в это, в ответ. Вот, допустим, я студентам веду занятия и говорю, в течение месяца я буду отвечать на вопросы, на каждый вопрос по Библии, одновременно, что сказали русские 300 поэтов за 300 лет. Я отвечаю на каждый вопрос 6 поэтов из этой Капельяды. В течение одного месяца. Это у меня 26 том, открытым оком. Их 30 томов полностью отмечаю согласно. Ну, привожу стихотворение. Что сказал Волошин об этом? Что сказал Пушкин, Сумароков? Допустим, какое участие русские поэты приняли в подготовке революции? А кто знает? А я сразу открываю. Набоков вот это говорил. Владимир Семёнович Высоцкий вот это говорил. И стихотворение. После каждого стихотворения эпиграфы из Библии. Шесть эпиграфов. Следующий вопрос. Эта книга в библиотеках. Я вот издал когда книги. Потом поехали от Владивостока до Лиссабона. При Балтику и Скандинавию проехали. Я везде дарил эти 38 книг. А 38 книг это 750 евро. Книги мои, они в Центральной библиотеке имени Ленина. В Москве есть. В Санкт-Петербурге. Я не знаю где. То есть дошли мы, все государства прошли. Мы прославили Бога. 650 библиотек получили книги. Во славу Божию. Но в этих книгах они в пророческом духе написаны. Никому не угождаются. Я православный. Беседую с католиками. Я доказываю, мы не правы. Хотя мы спасаемся. Беседуем, допустим, даже вот сейчас взяли свидетелей Иеговы закрыли в стране. Отняли. Я везде отрублю. Это неправильно. Государство не теократическое. Закона нет преследовать за веру. Они хорошо работают. Хорошие семьянины. Я в тюрьме сидел. В лагере был. Их там за то, что в армии тогда не служили. Я знаю за Иеговых то, что у них община. И они скидывают деньги на... То есть каждый месяц они скидывают по 5 тысяч рублей за свое членство в этой секции. Да. Так что книги мои, она написана никому не угождая. Поэтому на меня сильное гонение от священства, ну, других. Но я привык уже к этому. Это моя жизнь в этом. Вы политически, как сказать, против нашего государства выступаете? Нет. Это тогда было. Они применяли к нам. За преследование веры-то нет закона. Они тогда... 190 прим. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественные государства из той страны. А сегодня мы довольны. Мы строим деревню православную. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Я издаю книги, миссионерствую. Меня никто не трогает. Закон Яровой, который преследует... Мы сразу всем выдали документы. Нас регистрации в Краевом отделе юстиции. Мы к власти никак. Мы только молимся за нее. Чтобы издавали мудрые законы. И чтобы думали о себе. Чтобы не было покушения на них. Ну, это, конечно, это все интересно. Но, понимаете, мне вот просто непонятно. Почему вообще человек должен следовать какой-то идеологии? Я вот это не понимаю. Так это не идеология. Это справедливость. Бог сотворил нас. Прекрасный такой дал нам храм тела наше. Дал воздух, землю. Земля несется в космосе, обогреваемая, стратосферой покрытая. Благословен Господь. Это чувство благодарности вызвать надо. Нет, это не идея какая-то, идеология. Нет, это Христос. Христос. Это спаситель мира сошел на землю ради меня грешного. Это не идеология. Идеология там, где что-то говорят. Коммунизм строят, а ничего нет. Мы созидаем царство Божие внутри себя. Христос говорит, царство Божие внутри вас. Мил, понимаете, просто, если этот мир создал Бог, то тогда вопрос, откуда столько смерти в этом мире, понимаете? Я вам отвечу, откуда. Послание апостола Павла Кринема, 6 глава, 23 стих, гласит так. Возмездие за грех смерть. И вот за грех Адама и Ева умираем все. Они там плод взяли запретный. И уже умерло 100 миллиардов людей. У Бога другая шкала измеряется. Но Он дал нам вход. Верующий в Сына Божьего Христа, омывается Его кровью незримо. Он умер за меня, и грех мой прощенный. Вот у меня стихотворение написано 3467, по 9 куплетов. 80 с лишним на песни положены. Я моряком был. И вот как мы в море попали в шторм, обледенелы, ну, шхуна готова опрокинуться. И я тогда, ну, стихотворение такое в беде сложилось на море. И последний куплет такой. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Нет, я не образуешь, только вера помогает. Я с молодежью все время, мне вот в июне будет 80 лет, а я не могу войти в возраст свой. Я с молодежью. У меня две голубяти, я каждый день лажу. В комнате даже голуби живут. Понятно? Человек возраст свой определяет востребованностью своей. Ко мне со всех сторон люди, вопросы. Я вот сегодня, ну, мы встаем в 4.40, а я встаю в 2 часа ночи. И когда в 4.40 все встают в комнате, я должен тут и печку истопить, и ответить вопросы в интернете. У нас очень большие ресурсы. И сколько людей новых приходит. Вот на днях вышел один прямо на меня здесь, цыган. И он где-то там среди сектантов заплутался. Но теперь вот встреча будет, он хорошо говорит, я слышал, знаю теперь. Никакого удовлетворения внутри меня нету. Вы знаете мою биографию? Говорят, а кем ты хотел быть? Я говорю, террористом. Это моя мечта была, отомстить коммунистам. А я уверовал, когда Бог говорит, тебя будут давить, тебя будут убивать. И я это принял, как апостол Павел, бывший гонитель Савл. А как же быть насчет того, что наши предки убивали постоянно? Неправильно делали, неправильно. Убийца. Убийца. По инстинктам даже так. Это неправильно, что убивали. Верующий не может убивать. Если вы желаете... Смотрите, вот получается, стоит отдать жизнь, если на тебя напали. Так что ли? Да. Вот, например, были ситуации, когда на меня нападали три человека. Так. То есть у меня хотели забрать деньги. Так. С оружием. У меня из-за самозащиты был перцовый баллончик. Ну, и руки мои, и все. На меня с ножами нападали, с травматическими пистолетами. Что, я должен был им отдаться, что ли? Нет. Я обшикнул перцовым баллончиком, обезвредил их. Ну, если обезвредили, не убили ничего. Вы сделали правильно. Но я знаю другое. Сломал двоим людям челюсть, понимаете? Ну, не знаю, как это. Что, трое там с оружием не могли взять. Это редкий случай. Потому что я сам спортсмен, я мастер спорта по самому. Ну, и даже если мастер спорта, ты один ничего не сделаешь. Ты бьешься, он сзади тебе выстрел, и все. У меня родственник один. Он в десантных войсках был. Когда драка возникла, он с шестерыми. И в это время сзади один газету держал. Он подошел, мимо проходил, бросился, ударил прямо в сердце. И Миши нашего нету. Ты себя не сохранишь. Написано, говорит, если Бог не охранит, напрасно бодрствует страж. Вас Бог помиловал. Может, для этой встречи с нами. Возможно. Ну, я не сказал бы, что мне нужна религия, чтобы быть хорошим человеком, понимаете? Я не о религии говорю, о Христе. Христос преображает человека. Дает другой смысл жизни. Я когда обратился, 23 года, она на море был, моряком. Я только, ну, когда подошел наш катерок, который на берег отвозят, а мы на рейде стояли, я через шпальшборд перешагнул, и первому матросу говорю, мы живем неправильно. Правильно. А в это время я учился в мореходке. Добился разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии. Все предметы на английском, немецком или французском. У меня дверь широко была открыта. И в это время в руки мне попала Евангелие. Я когда склонился, ну сколько там, минут десять на молитве были, я встал, я на себя смотрю, который склонился и встал, это два разных человека. Все. Теперь я домой написал, брат обратился, он сейчас священник у меня. Мы меняемся, понимаете? Каждую секунду человек меняется, ну, естественно. Да не просто меняется, это другое. Надо бы народиться свыше. Я получил рождение свыше. У меня все пошло по-другому. Началась целая череда арестов, тюрем. И все это я принял с благодарностью Богу. У меня опыт огромнейший. Я могу поделиться. Выйдя оттуда, я стал сотрудничать с тюрьмой, бесплатно. Помогать. Людям встать надо. Они освобождаются, меня ищут, приходят и благодарят. В городе увидят и кричит человек. Почему? Я знаю его внутреннее настроение. Поэтому заносили туда Евангелие, чем могли, помогали. Если там есть мусульмане, в первую очередь им. Потому что все у них другое здесь. Чтобы он не отчаялся. Пришел с покаянием к ногам Христа. Я говорю из своей биографии отдельные эпизоды. Я понимаю. Я не знаю, мне просто сложно. Я вижу, что каждый человек выживает. Никто не живет, все выживают. Вы знаете, суицид, самоубийство. Какое среди молодежи сегодня? Ну да, суицид. А это самоубийство, самый страшный грех. Беспокаянный. Сразу в ад идет человек. На вечные мухи. Это выбор каждого, мне кажется, нет? Чему? Если человек страдает, он должен жить. Ну вот видишь как это? Автаназией заниматься. Ну если он страдает. Ну что страдает? Господь говорит 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. По мере умножения страдания, Бог подает и силу, чтобы мы могли перенести. В моей жизни были такие страдания. Я вот сижу, другой раз, руками не прошевелю. Меня крутили и вертели. Ну органы. Меня арестовали по санкции Московского КГБ, МГБ. Но я живой остался. Живой. Так вы просто живучий человек, я считаю. Ну живучий. Господь меня избавил. Господь избавил. Он расположил людей всех и в тюрьме, и в лагере. У меня никого нет знакомых. А там одни мусульмане. И они ко мне так расположены, как кольцом вокруг меня. Еще ни один даже лишнего слова не скажет. А я молюсь. Я молюсь, иду, работаю. Ну там определяют, кто ты будешь. Мужик там ты будешь или князь. Ну мужик, это значит я работаю. Мы там матрасы шили, да разное такое. И вдруг ночью... Я читал книгу про лагеря. Там живут, жили в бараках, получается, люди. Я издал, распространил в стране архипелога ГУЛАГ Солженица первый. Недавно написали первые главы архипелога ГУЛАГ в Новом мире, у Твардовского. Сразу же поступило опровержение. Говорит, алтайский проповедник, миссионер Лапкин ровно на 10 лет наполнил страну этим произведением. Я насчитал его на пленку, ну, катушки были тогда, 375 метров, звучание одной катушки, 8 часов 20 минут. И все знали об этом. И написал послесловие. Написал стихотворение, там Ленина задел. Меня арестовали тогда первый раз. Понимаете, вот тоже вот, дитя же это не порочное существо, правильно? Дитя рождается во грехах. Во грехах родителей? В беззаконии защиты во грехе родила меня и мать моя. 50-й псалом, 7-й стих. Считаем книгу Евы, 14-й глав, 4-й стих. Кто родится чистым от нечистого? Точка. Не один. Моя мать, она умеет два высших образования, она сошла с ума. Мой отец бывший военный, любитель выпить алкоголя. Все свое детство, чтобы вы понимали, я надеюсь, вы не записываете это на YouTube сейчас? Записываю, все. Вы это будете выкладывать? Да, обязательно. Вы только не говорите лишнего ничего. Тут нет, тем более мы не государственные преступники. Через это люди находят друг друга. Через 10 дней это у меня будет выставлено. Я бы не хотел. Да ничего в этом нет. Забудьте. Мне скрывать в принципе нечего, но чтобы вы понимали... Знаете, вот я написал статью, вернулся из Америки когда. Они подсчитали здесь у нас, Алтайская губернская газета. О, это не будет. Я говорю, зачем вы берете на себя миссию решать за людей? Когда газета опубликовала, она заняла такое место, что выставили на конкурс журналистов в стране. Я говорю, а вы решали, что слушать не буду, то другое. Я доверяю своим клиентам, слушателям. Я написал все, как меня арестовывали, что со мной было, какие против меня самые поганые были свидетельства. А люди говорят, да никто бы не знал про это. Нет, так не пойдет. Мне не феррамбы нужны. Правда, чтобы люди знали. Я спрашиваю, скажите. Я сейчас предложение закончу. Подождите. Я спрашиваю, скажите, как я вел себя на суде? О, вы так вели себя. Они прямо не знали, что отвечать. Судья. Я говорю, я внутри весь сжимался от страха, трепетал. Передо мной 70-я статья стояла. Срок увеличен в два раза. То есть никто не знал, а Господь говорит, за это не сужу. Главное, что ты устоял, а что ты боялся, это естественно. Это естественно для плоти. Вот так. Я это написал, хотя никто не знал про это. Ответьте мне на вопрос, если касательно заповедей. Заповедь гласит, не возжелай жены ближнего своего, не возжелай раба, соратника своего. То есть как это, получается, Бог за рабов, если у человека есть раб, это, получается, по-христиански? Или как? Мы только думаем, что мы свободны. У меня стихотворение написано. Мы привязаны... Я сейчас говорю про это. Когда Господь проповедовал, было рабовладельческое общество. И он говорит, если ты раб, можешь сделаться свободным, сделайся. Но никакой войны не призывал. Поэтому у Льва Толстого есть такой рассказ «Ильяс». Про это как раз написано. Когда он был большой хозяин, у него все разворовали. Ильяс. А потом стал как бы рабом. И когда богатые собирались, он говорит, а вот этот человек, который сейчас прошел мимо нас, это у меня в рабах работает. А кто он такой? А вы слышали, имя Ильяса гремело тут по полям везде. Да, так это он. А можно с ним поговорить? Можно. Он говорит, Ильяс, будь добр, подойди сюда. И когда он подошел, его спрашивают, скажи, вот ты смотришь, как мы богатые, съезжаемся, какая у нас тут трапеза. Ты, наверное, вспоминаешь свою жизнь и завидуешь. Он говорит, нет, дорогие мои. Когда я был богат, у меня свободной минуты не было. Некогда было помолиться даже. А сейчас я свободен. Я свободен. То есть мне назначено что? Ухаживать за овцами. Я хозяин. Хозяин мой доволен. Мы все рабы. Но смотря у кого. Рабы Христа или рабы дьявола. Свободного нету. Но в рабстве там свобода. Я ее избрал. Свобода во Христовом рабстве. То есть он возложил на меня заповеди. Заповеди возложил. Иго, несу его. Иго. Он говорит, бремя мое легкое. 11.28 Евангелие от Матфея. Тут, понимаете, множество противоречий существует даже в Евангелии. Нету противоречий ни одного. Это я вам говорю, я 56 лет занимаюсь Библией. И вот так выступал, когда я там в Академгородке, тем более я в таких конгрессах участвовал. Ну и один говорит, в Библии вот так. Я говорю, а вы можете доказать? Я говорю, Библия отвечает на все вопросы. Никаких противоречий нет. Кто против, выступите. В Академгородок Новосибирский, там широколобые сидят. И вот один встал, профессор, и говорит, а вот написано в Библии вот так. А вот у пророка написано так. Как понимать? Это же противоречиво. Противоречиво, я говорю, в эпохе, но не во Христе. Там он разговаривал как с детьми, а с нами как со взрослыми, говорит. Третий вопрос. Ну, я говорю, только заранее скажите. Если я вам все докажу, вы перед всем залом скажете, что вы ошиблись. И он говорит, я ошибся, и вышел. Я говорю, а кто это был? А это, говорит, профессор. Он, говорит, ходит к баптистам уже. Он писание знает. А баптисты – это сектантское укороченное толкование. Просто мне непонятно. Почему в воскресный день я должен бросить свои дела и пойти в церковь? Почему? У меня же множество дел. Я должен себя кормить, семью кормить. Так, осталось. Все, довольны. Воскресный день я должен бросить свои дела и пойти в церковь. Я объясняю вам. Если вы будете хорошо работать шесть дней, вы не дождетесь воскресенья. Вам за пять дней вот так наберут. А если пустые бутылки собирать, так и семь дней не хватит. Вот я на работе работал. У меня всегда была выработка 280-300 процентов. А я печник. Мне хватало. Где строят дачи, я нанимаюсь. Мне власть не давала работать на такой. Только на самой низенькой работе, вне ведомственной охраны, при нашем районном РВД. И что? Не дождешься, когда Бог заповедь заповедовал. Первый человек, когда субботу Бог дал, он собирал дрова там. Его арестовать повелели. И к утру он думал, ну за что? Там еще и обед не сварили. И утром Бог провозносил. Уничтожить. И воевая семья, и все исчезли. С Богом шуток нет. Он сказал, и на этом конец. Я хочу работать. Бог сделает так. Будешь парализованный лежать или что-то. Я не желаю, но говорю. Ты скажи, Господи. Понимаете, я не вижу этого в реальности. Начальники. Начальники все живы, живут себе и радуются. У них куча есть. У работников нет. Люди страдают при жизни. Понимаете? Я не понимаю это. Зачем смотреть на это? Он говорит, приди ко мне. Я тебе мазь дам. Помажь мазью глаза, чтобы ты видел срамоту свою, наготу свою. Мы должны увидеть себя. Я бы смотрел, у кого больше, меньше. Я был в Америке, там так. Если человек живет лучше, он говорит, сынок, вот давай работай. Хорошая специальность. Ты будешь так же жить. А у нас как? Америке живут и радуются жизни. У нас все должны страдать. Я закончу. Я приехал на лесопилку, там, район, дерево брать. А он сидит, вижу, печальный такой, он говорит, что он говорит. Ну, я попутно овечек держал. И вчера мне подсыпали. Я встал утром, мои овцы дохлые все лежат. У нас наоборот. Если я хорошо живет человек, зло ему сделать. Почему? Его с детства воспитали в этом. Зависть. А мне завидуют некому и не в чем. А мне завидуют тысячи людей. А у меня ничего нету. От зависти сгорают. У меня много друзей, много врагов. Вот знаете, как, например, детям объясняют, что Бога нет? Ну, как им объяснять ребенку-то, когда все говорит о величии Божьем? Вот берут, например, садятся в круг, сеют зерно и начинают молиться, чтобы оно проросло в темноте. И оно не растет. Потом берут и показывают детям. Вывозят на солнце, садят зерно, поливают его, удобряют его. И тогда оно растет. Молитва же не нужна для этого. Нужна хорошая почва для этого. Правильно? Неправильно. Они взяли Божье. Вот едут татарин и студент такой надменный. Он говорит, вы, Бог, создал все. Сейчас вот тряпку возьму, говорит, на мочу в угол бросим. Через три дня в Москве будем. Поднимем, и там разные уже насекомые. А он говорит, нехорошо. Взял Божье и тряпка. Божья вода полил. Божья бухашка вылез. А то он сказал в темноте, да еще бы кверх ногами поставил человека и сказал, он захлебнулся. Бог поставил так, чтобы на свете были. Во свете. В темноту это безбожник придумал сеять, дурак. Кто же сеет в темноте? Ребенку доказал. Да так можно что угодно. Пищу не в рот тащить, а в нос. Еще и получится. Понимаете, люди в разной атмосфере. В разных местах. Людей там много. Мы не только русские на земле живем. Я проехал весь мир. И скажу, что везде люди одинаково любят грешить. И когда проповедуешь, одни каются, а другие нет. Которые каются, у них новая жизнь начинается. Со Христом. Я не просто верю, там идеология какая-то. Я молюсь. Вот я встал утром однажды, недавно было. Я говорю, вот такой семинарист у нас в семинаре в Барнауле был. Я его журнал церковный читаю. Вадим Щетвергов. И видно, статьи хорошие. Я взял книги свои, связал сколько-то. И говорю, вы идите в храм Покровский тут. И найдите его. А утром они служат когда. Подарите мои книги. Ну, конечно, он с благодарностью принял. Его потом поставили священником через год. И его уже пять лет. Я не знаю, где он. И вдруг мне он на память пришел. Я молюсь за него. Вадима, помяни Господи. Я иду. Сегодня я помолился. Вышел в город. Идет человек и кричит добрый день. Идет женщина рядом и ребенок. Я говорю, а вы кто? Да я же Вадим Щетвергов. Я же служил соседним там. А почему? Как вы казались здесь? Не знаю. Сегодня утром, говорит, встал и прям вы передо мной стоите. Почему? Я молюсь. И в это время он в другом городе меня представляет. Это уже научно доказано, что человек притягивает таких же себе подобных людей. Это давно доказано. А у человека душа. Душа есть у человека? Определенно есть. Душа – это совокупность его памяти. Да, знаете где? Вот фильм такой «Сбежавший из ада». Если не видели, посмотрите. Не смотрю. Не смотрю и не вообще. Нет, нет. Я вам советую. «Сбежавший из ада». Это там оверущие. Вот делают операцию, когда бывает у человека клиническая смерть. А один человек там, ну, она ходит, корреспондентка, она туда не бывает, ни врачей, никого не видит. Но она черным ходом там поднимается кверху, и там кирпичи она выкладывает надпись. «Дикие утки, не гордитесь, скоро вас будут стрелять». Наверху, на плоской крыше. Теперь, а кто-то там, когда человек пришел в чувства, и говорят, ну, ты помнишь, как ты делали операцию? Я, говорит, не помню. Я вдруг вижу себя, я лежу, тело мое, а потом я поднялся выше, и там считаю это. Считает и говорит, дикие утки, не гордитесь, вас скоро будут стрелять. А эти врачи говорят, да какие утки, там крыши, ничего нету. А они не знают, ни врачи, никто, что там один человек только знает. И он эксперименты делает. Эта душа вышла, она увидела это. Она никак не могла знать, никакие биотоки, никто. Рядом ни один человек про это не думал и не знает. А вот оно притягивается. Правильно, правильно, птицы слетаются к подобным себе. Но, однако, Бог делает это. Притяжение. Вот вы сегодня... Человек не подобен Богу, это ведь так. Знаете, вот эта встреча наша с вами, вы не думайте просто так. Один сегодня, вот сюда, в эту рулетку я вышел. Один. А по какой причине? Несколько дней назад, мой близкий брат во Христе, Сергей Козлов, в городе... Я в Барнауле, он в Краснодаре, в Воронеже, умер. Ему было 30 лет, и он нырнул, ударился, 7 позвонков у него разлетелись, и был перерезан в столб. И он 17 лет лежал скрюченный, иконописи сделался на весь мир известный. И когда он последние ролики поставил, вот здесь вот, а я опускаюсь в эту рулетку, в щад. Он умер, два ролика остались. Я тогда помолился, Господи, дай мне талант, чтобы я продолжил дело брата моего Сергея. Я в интернете, но я про это даже не знал, про этот ресурс. Что тут 90% мусульман, а половина тут голые лежат. Это какая-то беда просто здесь. Но, вот уже у нас восьмой ролик прошел, девятый, я с Володей. А сегодня я решил попытаться, у меня получится или нет. Я помолился, Господи, пошли ко мне людей, которые будут интересоваться этим. И я сразу вышел на вас. Вы могли мимо пройти. Потому что интересуюсь этим вопросом. Это Бог так устроил, что вы интересуетесь, он ответил на ваш интерес. Я вам об этом и говорю, люди притягиваются. Не сами притягиваются, Бог притягивает. Это его, вот смотрите, вот так он нас свел сегодня. И мы сколько времени беседуем. Так, я уже отхожусь сейчас. Вы заходите через скайп, и мы еще поговорим. Какую вы цель преследуете? Людям открыть свет, дорогу ко Христу. Цель какая у меня? Я какую от вас выгоду имею, что ли? Я с собой, но я всю жизнь проповедую. С какой целью? С какой целью я проехал всю Европу и дарил свои книги? С какой? Чтобы людям открыть глаза. Жить для Бога надо. Быть надо с полной отдачей. Очень много противоречий, понимаете? Нету ни одного, даже ни одного нету, ни одного. Я перед вами живой человек, живой. И говорю это, нет противоречия. Понятно, что вы живой. Это я вижу. Вы просто очень живучий и сильный человек. А вера помогает любая. Не только вера в Иисуса помогает. Помогает вера просто. Я хочу покушать. Я должен работать. Вот то же самое. Работай. У нас отец 10 детей кормил без руки. И мы... Понимаете, каждый... Допустим, раньше церковь была против науки. То есть не давали людям развиваться. Потом-то прогресс вырос все равно. И сейчас медицина тоже. То есть против медицины были. И вообще всех считали шарлатанами и колдунами, например. Если кто-то человек отличается. Его убивали просто. Кого? Кого? Ну, вспомните Авиценну. Вспомните Война и Астинецку. Что вы говорите-то? Павлов, когда Иван Петрович жил. Лауреат Нобелевской премии. Кто кого преследовал-то? Это нам, кажется, лапшу вешают-то. Джордана Табруна. За что его там казнили-то? Совсем не за то, что там какие-то открытия. Галилея. Ничего этого не было. Сегодня все написано. Мы смеялись, потому что земля круглая просто на человека. Да. Круглая. Земля шар. В Библии об этом написано. Он оповесил землю ни на чем. Ни на китах. Ни на чем. Прямо в Библии написано дальше. Господь говорит, я восседаю над кругом земным. Ну, сверху шар-то, как круг. И что интересно, у Ефрема Сирина 6 томов произведения. И там я сам не считал. У меня полных произведений не было. Я златоустом насчитал 12 томов. И там написано, что перед кончиной мира человек ступит на Луну. Вот и все. На Ютубе есть канал, где товарищи евреи, им задают вопросы. А вы, как знаете, в Израиле очень образованные люди. Да. Им задают вопросы. Вы считаете, что Иисус – это Бог? Все отвечают, что нет. Иисус – это пророк. Так они кого спросили одного. А там сколько мессианских евреев? Сколько православных? Ну, они могли спросить православных. Православные все скажут верою. Бога истина от Бога истина. Рожденно, несотворенно. Кредо наше. Никео-Цареградского символа веры. А я спросил. Ну, я сегодня сейчас одного человека выйду на улицу и спрошу пацана какого-то. Так нельзя. В процентном отношении, да, а те, которые, как вы сказали, их больше. Но больше в Израиле. Но не в мире за 2000 лет. Христиан, которые Бога, Христа за Бога признают 2 миллиарда сегодня. 2 миллиарда. А евреев 13 миллионов. Да из них еще сколько, которые по-другому веруют? Так это бизнес в России. Религия – это просто бизнес в России. Очень хороший. Свечку продают. В 13 раз дороже, чем она стоит. Вы правы здесь, но не надо на это смотреть. У нас свечи не продают. Мы покупаем воск, льем свечи, и священник ставит сколько надо. У нас вообще копейка в храм не закатывается. Ну, мы... Ну, это у вас, а везде по России по-другому все. Ну, давайте делать не стонать, а делать по-другому. И поэтому по-другому будут жить. Я сейчас из лагеря сделал музей, чтобы люди приезжали, смотрели, как из подсобного материала, глины, какие мы сделали строения. За 45 лет у меня ни одного поврежденного ребенка не было. Ни один не утонул, не сгорел. А я их учил и по деревьям лазить, и на конях ездить, и на лодках. Они у меня не под зеленым сукном были. 45 лет. А теперь профессора приезжают. А где вы это знали? Вот это я взял у Новой Зеландии. Вот это в Японии. То есть я ездил, и самое лучшее отовсюду выбирал. Наш лагерь был не просто уникальный. Он за всю историю один такой был. Ну, я не знаю, лучше потратить свое время на развитие, нежели на молитву. Я не понимаю смысла, как это развивает сознание. Это же никак не развивает. Вы просто повторяете одно и то же. Одно и то же. Знаете, Лесков Николай Семенович об этом писал Стаблер. Министр был. У него полная приемная, и люди ждут его приема. А он, который секретарь говорит, он молится, Акафис Божьей Матери считает. А потом сейчас, говорит, Акафис считает Николычу это творчество. Так у нас дело решительное. Ну вот он закончил уже 12 часов. Так, кто первый-то? Выжгнул. А там три человека сидят. Где? А остальные слышали, как он молился и получили ответ на свой вопрос. Вы говорите, зря. Вот мое оружие главное. Семикратно в день. Сто поклонов и три святоя. У меня нет ни одного дела, которое я просил, бы Бог не дал. Вот нам ехать надо. Путешествие большое. До Лиссабона. Англию захватить. Денег нету. А где деньги? Не знаю. Я помолился. Деньги сразу появились. Человек незнакомый. И где? Калининград. Говорит, это вы, Лапкин, а вы можете принять деньги? А куда? Ну, на книге. Я говорю, я уже не издаю. Мы едем путешествовать. Ну, на путешествие. Мы покупаем газель новую. Мы на путешествие, только на бензин, в одно путешествие сожгли 440 тысяч рублей. А копеек нету. А я экономист трясу букву. Они мороженое могут купить, там мои соратники. Я никогда не съем. Я не беру в рот. Я до одной копейки берегу. Со мной мучается. Я это могу объяснить легко. Человек, который движет идея, человек, который искренне верит в свою идею, он всегда получит свыше немного компенсации за это. Понимаете? Я не ходил в церковь, чтобы выжить. Я приходил, например, в церковь, просил переночевать. Меня не пускали. Я приходил в драной одежде. Меня не пускали туда. Понимаете? Но на ночь правильное дело не пустили. Кто знает, кто вы? Одного пустили, там 6 монашек сразу убили. Зачем роптать? И до этого ночью. Обычный храм в центре города. Ну и что? Днем, когда все молились, и вы заходите, а я ночью. Допустим, мне негде было жить. У меня нет одежды и у меня нет денег. Я в КГБ пришел, меня ночью не пустили. В КГБ здание огромное такое, 5 этажей. И меня не пустили. Почему? В свое время. Зачем на это роптать? Я могу так претензии, как к Кремлю представить, и кому угодно. Нехорошо это. Меня не пустили. Я просто вам говорю по факту, что люди смотрят, люди прежде всего, это животные, это homo sapiens. Да, когда Бога не знают. Давид говорит, как скот был я пред тобою. Но ты открыл меня, когда я пришел в храм. И так на скользких путях поставил ты их. Как внезапно они пришли в разорение. Погибли от ужасов. Говорит о тех, которые хорошо живут. Я подумал, говорит, вот так постигнет каждого человека. Я благодарю Бога, что он мне открылся. Я встречу со Христом имел. Вот зарядите такое. Игнатий Лапкин. Латвия. 52 года в пути. Вот это вот один ролик. Откройте. И увидите, как я приехал там, где обратился. А дома того нет. И как я стою, молюсь, в слезах заливаюсь и благодарю Бога. Три года назад. И кто смотрит ролик, все плачут. Я приехал с книгами, с таким сокровищем. А тех людей нету. Тогда я сказал, какой дом стоит, а там стоматологическая какая-то фирма. Мы встали туда рано. Они вызвали полицию. Думали, мы какие-то. Полиция приехала. Они мне помогли во всем. Я и полиции всем подарил книги. Почему моя жизнь? Одно стихотворение у меня. Потерпите еще. Называется «Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал». Для снайперов сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышка. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом, стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. В истерике бесили. Их измотало в горных перевалах. Там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по логам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мои убежища с Давидом. За мной дойк, бешеный Саул. Они разведали, что я мемет, акриды, а штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля. Азарт. Закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Браво. Я тоже пишу стихотворение. Послушайте. Давайте. Размышления о цикличности препятствуют сделать шаги. Если все повторно, ты ступишь вряд ли на землю другим. А если ты сделаешь шаг, совершив переворот, ты не обманешь судьбу. Так и было. Это время с дурой. Возможно, в прошлой жизни я уже писал этот текст, пытаясь что-то изменить. Тем же самым владел. Может быть, даже изменил. Но досадный повтор идет. И в настоящем об этом не узнает никто. Ведь если верить в эту сложную схему, мы не проходим расстояние. Мы заложники времени. Предположим, что ты скажешь, это глупо и нелепо. Но начнем с того, что под нами ведь круглая планета. Когда вселенная снова сыграет в бильярд планет, мы не узрим этого. Ведь пройдут уж миллиарды лет. Черные дыры, предсказания разных племен. Все в целом вряд ли вас это волнует. Я летаю без крыльев. Интерес, упорство, любовь, идеи. Я летаю без крыльев. Интерес, упорство, любовь, идеи. Посмотрев на себя со стороны, можно сойти с ума в конец. С серым мышем не понять поймет, кто пробыл сам в огне. Кому победы над чем-либо достались трудом. Он начал зверствовать, так и не удрив медали литой. В эйфории нужно заставлять их присмыкаться. Ведь ты лучше их, они все просто сфоткай в паспорт. Они не могут говорить, только рев с трибун. В то время, как ты в однобо вел борьбу. Когда туман рассеется, поймешь, ты, мистер, не прав. Утратив то, за что бил, ждал от жизни добра. Я, ненавидя себя, просыпаясь в приступах страха, разъедающий изнутри. И твой приступ и ряд. Зализывая раны и пытаясь исправить вину. Хочешь помочь, нужно быть одной из правильных фигур. Снова борьба, но лишь бы это не напрасно. Я подамся монахе. Понимаете, вот давайте так, без предвзятости. Вот вы пройдет время, если во Христа по-настоящему уверуете, и вы скажете, сколько здесь у меня было и отчаяния, и муки. То есть ничего победного нет. И вспомните, вот как я говорю уже с той стороны, смотрю, как жизнь пройдена. Почему это Христос сделал так? А так вы написали, понятно, вы переживали, понятно. Но петь эту песню никто не будет. Потому что в нее войти, это значит погрузиться в отчаяние, в апатию. Безразличие. Или просто злиться на всех начнешь и все. То, что я пишу, это победный клич. От Бога, который дал мне победу, я других призываю к этому. Ну, как сказать, понимаете, мир, он вообще мрачный в своем, ну, как, мир всегда мрачный. Животные убивают других животных. Насекомые, это вообще, то есть это вообще, ну, очень страшное создание, очень страшное. Человек, ну, человек, чтобы развиться, чтобы захватить территорию, убивал других людей, как всегда было. И агрессия, она состоит внутри. И, ну, большинство людей, они, ну, как сказать, они совершенно, у них не то, что нету души или там чего-то, у них просто отсутствует развитие интеллекта. Понимаете, они действуют просто автономно из-за того, что их воспитали так. То есть это понятно, что люди всегда, вот, когда встречается другой человек, их идёт столкновение мнений. Если мнения человека не соответствуют мнению другого человека, то идёт противостояние. Мозг автоматически считает, что человек — это враг. Понимаете, у меня широкий кругозор, я знакомился с этим, я страдал, я плакал, я молился, я просил Бога, чтобы он пришёл, но он не приходил, понимаете. Он не помогал никак. Я так и видел дальше смерти, разруху в лице своих близких людей, понимаете. И это до сих пор происходит. И я не могу винить в этом Бога, понимаете, или винить другого человека. Человек, каждый сам делает свой выбор, каждый сам делает свой выбор. Это определённо, точно и явно. И, как сказать, каждый мастер в своём деле. Например, кто-то художник, кто-то музыкант. У всех есть любимое дело, которое позволяет им жить. И, как сказать, если душа требует чего-то, нужно это давать душе, иначе человек становится озлобленным, злым. Но если он не покушает несколько дней, тот же самый пост, когда человек болеет, разве он может соблюдать пост, к примеру? Это может делать здоровый человек, у которого есть энергия. И когда тело истощается, согласно биологическим компонентам организма, когда идёт истощение, и потом снова человек получает пищу, белок, от этого идёт наслаждение, понимаете. Это можно всё объяснить. И если веришь, тебе прямо в антенну залетает энергия Земли, энергия, так скажем, энергия космоса прямо в антенну залетает и даёт приятные эйфорические ощущения. Это можно получать и с помощью любимого занятия. Вот ваше любимое занятие – это вот сплочать людей, как-то что-то строить, чтобы люди как-то чему-то следовали, нести наследие то или иное. Каждый человек несёт то или иное наследие. Просто люди в суматохе дней своих, вот в этой рутине, чтобы выжить, забывают об этом. И понимаете, очень сложно поверить в то, что Бог это всё выживал, понимаете, чтобы человек страдал. Хотя мы живём в самом богатом государстве. Я не слоняюсь на то, что они наворовали или ещё что-то. Но человек, например, вынужден работать не по профессии. Каждый второй работает не по профессии. Система просто не соответствует реальности. Мы живём, у нас в России культуры никакой просто нет, она отсутствует. У нас западное воспитание, западная мода, всё это проникает через телевизор в СМИ, людям в головы. И люди формируют так свою личность с детства. У нас показывают по телевизору, я не знаю, вот этот фильм, например, с лёгким паром, короче. Ну, там, где распивают алкоголь и напитки. И во многих фильмах, там, «Джентльмены удачи», там, как его, «Иван Грозный», там, Иван Васильевич миряет профессию. В каждом фильме присутствует вот это вот пойло, чтобы его продавать, понимаете. И так формируется мышление человека с детства. То есть он становится заложником, например, алкоголя, сигаретного дыма. И молясь, если молиться, молиться и молиться, то ничего не произойдёт. Нужно что-то делать ещё, чтобы что-то произошло. Просто молиться от этого, ну, это такое самое, самое, как бы, истяжение, ну, я не знаю, поверить в то, что это есть. Да, человеку нужна вера определённо. Но, как сказать, культуры нету, культура противоречит всему. Сейчас нету ни каких-то октябрят, я не знаю, никаких там пионеров, никого, ничего этого нет. Дети с детства себе предоставлены. То есть родители пока работают, у них нет времени следить за ребёнком. У них нет денег, чтобы покормить ребёнка, понимаете. И, как сказать, сам себе не поможешь, никто не поможет. Если человек как-то идёт навстречу и помогает, то ты помогаешь ему взамен. Но, как сказать, течением времени прожитого, вот, мной конкретно, я заметил, что люди всё-таки, они преследуют какой-то, ну, у них... Каждый преследует свою собственную цель, у каждого своя цель. И религия помогает ужаснуться, да, посмотреть на себя со стороны, посмотреть, что же происходит со мной, что же мне делать. И как же я буду жить, куда я потом попаду. Каждый задаётся этим вопросом, каждый человек. Религия отвечает на многие вопросы, но наука отвечает ещё на более обширные вопросы. Почему у человека нет настроения? Да потому что у него витаминов в организме не хватает. Ну, ладно, понятно. Человек – это просто параша какая-то, вонючая. А человек обращается к Богу, согласен, какую бы характеристику ни дали. Вера меняет Христа, Христос меняет, не просто вера. Я вам говорю конкретно, вот вы и я, два человека, вы судить о вере не можете. А я об атеизме могу судить, это моя, допустим, жизнь. И так любой скажет, это мой пройденный этап. Я знал, на что менять, не жила на мыло. Это другая жизнь. Жизнь при целом на вечность. Я не атеист, я агностик. Нет, я понимаю. Ну, агностик-то немного дальше ушёл-то. Только думает, что он точно внизу... А на самом деле у него ничего не объяснимо. Если сейчас говорить, вопрос на вопрос, откуда разум с человеком и совесть? В природе этого нету. Ты должен... Это воспитанный инстинкт. Нет, и он не воспитанный, совсем не воспитанный даже. И рос в семье, где отец, мать, алкоголики. А вырос из него прекрасный окулист, врач. Я могу такие истории рассказывать. Ну, это, понимаете, так же, как и ревность. Ревность – это приобретённое качество. Ну, вот, ладно. Мы поделились мнением. Если будет у вас желание прийти, узнать больше, у вас ничего нету, никакой программы-то нету. Вот оно так, там плохо, всё... И при том, вы говорите правильно, но только с позиции тупика неверующего. Я признал себя, я от Бога, без Бога никуда. Я молюсь, ночная и дневная молитва. У меня программа. Господь говорит, не пристанно молитесь. Не пристанно. Даже где-то я разговариваю с кем-то, я на другом канале молюсь с Богом. А что это за человек? А что он имеет в виду? Ну, не моё определение, а меня. Я говорю, попал вот на какой-то Сабантуй, сидит пять генералов. А я-то кто? Бложка-вошка. И они, ну, прокурор, генерал-лейтенант. И они говорят, более... Мы, говорит, о вас рассуждали сейчас только. Я говорю, что более счастливого человека мы никто не знаем, мы не встречали. А они работают на государственной работе. Как, почему вы делаете то, что ему нравится? А я вот с этим вожусь тут, с преступлениями и прочее. Понимаете, это реальность. Просто реальность, каждый человек... Я хвалюсь Христом. Неверующий ничего не может похвалиться. Хвалящийся, хвались Господом, что знает Господа. Я знаю, он верен в Слове Своём. Я знаю конкретно. Я родился и умру. А дальше вещи раскрывают по объятиям своих. Где я буду, со Христом или нет. А это остальное, знаю, природа. Это всё шелуха отлетит в один день. Когда глаза будут закрываться от муки смертельной чаши, это не придёт на ум. Нет. Считайте, один день. И не только это... Как он там называется? У Льва Толстого. Ивана Ильича. Когда он умирает. Это не один день, Иван Денисович. Он хоть хорошо написал суженицем, а цели-то никакой нету. А там цель. И цель эта открывается в смертный час. А я непрерывно об этом говорил Богу. И каждый день молюсь. Ангел мой Хранитель. Благодарю Тебя, где Ты меня хранил от опасностей, видимых и невидимых. Я прошу Тебя, не покинь меня в смертный час, когда душа будет раздущаться от тела. И проведи душу мою помытарством. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога. Это я молюсь каждый день. Такими словами. Я поминаю 77 святых. На память. Я перед Богом прошу пророческого дара, чтобы эта смерть, выход из жизни не застал меня внезапно. Но чтобы выйти навстречу Господу с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. А как человек становится святым? Это невозможно. Ну мы поделились мнением-то. Мы не спорим. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. А истина проверит себя в смертный час. Христос говорит, я есть им путь, истина и жизнь. 14.6 Евангелия Теана. Смотрите, как стать святым? Святым стать невозможно. Человек, он в нем... Он говорит, будьте святы, как я свят, Бог говорит. Избранный Богом человек не грешит. Почему? То есть добровольно у них там нет желания. Не грешит, это невозможно. Апостол говорит, невозможно, но туда тебя не тянет, не грешит. То есть у него позыва нет. Человек, это все более механизм, он не может быть идеально работать, понимаешь? Он идеально работает, не сам, а по-моему... Вы так добиваетесь, чтобы правильно мысль выражать. Он не может работать, правильно. Но Христос меняет его, вселяется Духом Святым, и теперь он делает, как должно ему. Мы все грешники, согрешаем много, но мы не делаем то, что делает мир, не только это, но и к простому, к маленькому у нас влечения нету. А почему? На молитве Дух Святой отодвигают. Зачем мне это? У меня ни разу за 50 лет не было желания съесть что-то мясное. Я добровольно отказался, ни одного грамма алкоголя. Зачем? Не говорю о табаке, я в одной комнате с ним жить не буду. Почему? Бог меня изменил. Он дал мне другую жизнь, он родил меня свыше. Ну, каждый человек рождается в той или иной семье. Неужели тут Бог как-то... А вы считали... Он рождается вообще в трущобах. Христу пришел Никодима, учитель израильский. И Христос говорит, он пришел и говорит, ты учитель, видно, что ты учитель от Бога. А Христос ему не на вопрос отвечает, а говорит, надо на тебя родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Он учитель израильский, говорит, я будучи старым, как в утробу матери опять войти родиться. Он говорит, ты учитель, этого не знаешь. Я с вами говорю, а вы меня не слышите. Я говорю, что... Я слышу вас отлично. Так, давайте мы сейчас простимся по-хорошему. И может быть вы придете когда-то, я уже должен идти. Благодарю вас за хорошее времяпровождение с вами. Ну и понимаете, остается единожды вопрос, как, почему не может быть атеист хорошим человеком? Что определяет хорошего человека? Я определяю, сразу отвечаю. Я отвечаю быстро. Вопрос задавайте коротко. Вы ответ задаете и сами отвечаете. Это нехорошо. Я отвечаю. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Написано. Без меня, с большой буквы, не можешь делать ничего. Вот ответ. Дальше. Павел пишет. Всякое доброе даяние, даже атеиста, от Отца Светов. Весь ответ, все, ответ пришел. Дальше искать не надо. Все делается вот с помощью мозгов своих. Если мозги у человека есть, то он делает. И все. Да какие мозги-то? Мозги, он не знает, что завтра будет. Не хвали завтрашний днем, не знает, что он родит. Человек во тьме живет. С Богом я доверяюсь. Что бы ни было, я молился, знаю, это от Бога пришло. Это же большая разница. Вот я молюсь, Господи, хлеб наш насущный, дашь нам днес. А другой говорит, я заработал. Я беру хлеб, дар Божий. Я заработал. Но я заработал. Божья земля, Божья вода, Божий свет. И он мне дал заработать. Руки, ноги это от него. А ты взял, поел и пошел. У нас по-разному усваивается пища. Повторяю, за 80 лет ни одной таблетки. Мне это не надо. Я молюсь. У меня такая болезнь. И как будто куда-то ушла. Я даже не чувствую боли. Почему? Я очень увлечен достичь этой цели. Там человек заболел. Я сегодня к нему пешком ночью пошел. Моя жизнь для этого посвящена. А у него еще этого нет. А там обман, везде обман, везде обман. Там космос. Он собирает все в кучу. Он даже не знает и не видел. И всему доверяет. А сатана крутит мозги вот так вот. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Я, кстати, не то что вам. Я вам описал то, где я нахожусь. Да, да, да. Я понял. Я не конкретно к вам говорю. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Все в этом заключается. И Господь с этой благой вестью послал. Вас никто никуда не пошлет. И вас слушать никто не будет. Я нахожусь среди состава. Здесь у нас даже лауреат Нобелевской премии. Жорес Алферов был. Конгресс интеллигенции. Повторяю, у меня нет никакого образования. Ну, мне дали слово. Депутаты были избраны на это. Конгресс интеллигенции России в Барнауле. Я как делегат. Всем дают 10 минут, а мне только 5. Всегда одинаково. Ну, что дальше-то еще получается. Дальше будет суд у меня. Когда на меня нападут КПРФ и другие по детскому лагерю. И от них представитель будет первый секретарь КПРФ. Железнодорожного района города Барнаула. Бобров Геннадий Александрович. Он злобный такой. Вышел из суда, где сидели. Мы вот только дойдем к власти. Мы вот так потеряем в кувашу. Так как размахнулся. Я говорю, этого нельзя делать. И он, судья его спрашивает. Вы знакомы с Лапкиным были? Она должна спросить. Какие отношения? Он говорит, ваша честь. Вот был конгресс интеллигенции. И там пригалство, хачкастые. И вдруг, говорит, входит вот этот человек в этом своем задрипанном пиджачке. В валенках с галошами. Я сказал сам себе. А это-то зачем здесь, среди таких людей? Тут профессора, отовсюду приехали. Академики. А это-то зачем? Ваша честь. Это в суде. Он говорит, но вот он заговорил, я прошептал, златоуст. А я всего ничего сказал. Я сказал, интеллигенция может называться только тот, согласно такого-то, такого-то пункта, кто знает, путь свой туда ведет. Коммунисты не знают, куда вели. Они не интеллигенты. Неверующий не может быть интеллигентом. Он эгоист. Он свою жизнь ненавидит. Истинный интеллигент, только христианин, рожденный свыше. Повернулся и пошел за три минуты. Вот как Бог дает сказать. А вы знали, что скажете? Не знал. Я не знал. Вот представьте, у меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетов. И напротив каждой строчки вместо Библии указано, откуда взята мысль. Это за 9 лет. За 9 лет. И ни одной помарки нету в черновиках. Я пишу из чистого листа. А как? Не знаю, на молитве вдруг одна строчка у меня как бы мелькнула. Я ее прямо на молитве запишу, у меня ручка лежит всегда рядом. Теперь домолились до конца, я сажусь, все остальные 35 строчек я пишу, успеваю только рука писать. Это ни день, ни два. Это 4 тома по 800 страниц. Притом, ни одной строчки свободной нету. У меня существует талант. Это талант от Бога, это не мое. У меня нет образования такого. Я считаю, стихи сегодня свои. Это настолько выше моего образования и понимания. Талант, образование не нужно. У меня нет на это. Нужно что-то делать. Человек, который делает то, что он любит, и получает на этом вознаграждение. Давайте расстанемся по-хорошему. Я вас жду на наших ресурсах. А там поговорим о потеряемке. Я абсолютно по-хорошему с вами общаюсь. Слава Христу. Я прощаюсь с вами. До свидания. Вы не хотите разговаривать? Нет, я не хочу, потому что у меня уже время идет. Я в другом месте должен быть. Ко мне приходят люди, и я должен выйти там на встречу, где... Так, вы неправильно не понимаете меня. Я сказал все, что можно было сказать. Так придут и уйдете? Нет, приходят специально, аудиенции просят. На какое время? У меня запись идет. В интернете и везде у меня запись. Иногда в месяц только раз одного могу принять человека. В смысле, по скайпу? По скайпу и вручную. Здесь, когда приходят люди, приезжают из других городов. Даже из других государств бывают. Я благодарю Бога. Повторяю, я ничто. Но я знаю Бога и радуюсь в нем. Ну, вы бы убили за веру. Что сделать? Убили бы за веру. Кого убили? Ну, за веру. Да, как это вы еще спрашиваете? Вы еще не поняли, не слышали? Как я могу там убить или ударить? Даже это и то глупо будет. Такой вопрос. Я должен к вере показать путь вам к вере. Познайте Христа. Больше ничего не надо. Я не знаю. Все мусульмане войной... Ну, это их дело. Они мусульмане. Я с ними отдельно разговариваю. У меня определенный... Так, всего хорошего. До свидания. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok